А буквы у меня брали? Что-что? Какие буквы? А, нет, трансляция еще не началась. Еще нет. Момент подготовительный. Так. Слава Богу. Это клубок. Архиерейский. Епископский. А? Знак власти. Ну, да. Как это у нас? Ну, почти что. Ну, почти. Так, сейчас трансляция будет вестись на ютубе. Народ уже должен подключаться. Да, уже время уже. 21 есть. Так, слава Богу. Кто подключился? Братья, сестры. Уже есть уже кто-то в ожидании был. Слава Богу. Так. Еще здесь у меня. Со всех сторон. Теперь. Да. Вот так вот. Фух. Все. Видно? Видно. Сеть есть? Есть. Скорость вроде удовлетворительна. Господи, благослови этот добрый вечер наш. Благослови нас в этом вечере. Благослови, Боже, во имя Иисуса Христа. И благослови всех братьев, сестер, Боже, что были, что не смогли бы сейчас здесь с нами. Но, Боже, Духом с нами сейчас. Кто подключается сейчас к этой трансляции. Боже, благослови во имя Иисуса Христа. Пусть прославится Твое имя Святое в нас и через нас. Аминь. Сегодня вечер. Особенный вечер. Я сейчас расскажу кое-что. И для тех, кто подключился. И для вас всех. Сегодня у нас какое число? 22 января. Сегодня родился один очень важный человек в моей жизни. сыгравший очень большую роль. Но его уже нет с нами давно, к сожалению. Это отец Александр Мень. Священнослужитель. Протоиерей. Священник Русской Православной Церкви. Он родился 22 января 1935 года. Он родился. Если бы он сейчас жил бы. Был бы Божьим старцем. Но его жизнь оборвалась в 1990 году. Его убили. Он как мученик. Еще не только известен как просветитель. Евангелист. Миссионер. И как мученик. За Христа. В 1990 году его жизнь оборвалась. 9 сентября. И вот поэтому в календаре нашей Церкви. Реформаторской Православной Церкви. Христа Спасителя. Вот имя Александра Мень. Оно дважды. Так как бы записано. И вспоминается так общецерковно у нас. Его имя. Дважды. Я вообще-то должен был быть сегодня. Так вот. Еще в том году. Были планы на этот год. И планировалось что этот. Вот сегодня я буду у себя в Церкви. Но не получилось по некоторым так обстоятельствам. Надеюсь что кто-то из братьев наших уже подключился. Сейчас. Да. Кто подключился пишите. Я потом ваши сообщения тоже буду прочесть. Вот. И если кто из наших священнослужителей уже на связи. То пишите тоже. Буду видеть. Вот. И все пишется еще на камеру. Дублирую. Потому что в трансляции не всегда все пишется. К сожалению как-то. И за скоростью тоже зависит поток от всего этого. Вот. И пока у нас вот такая тема. Да. И так получилось что я вот сегодня в Рязани. В Рязани. В том городе где начинал свое служение как священники. как чтец и подиакон там. Я служил в Орловской, Орловско-Брянской партии и Московской. Это были вот 87-88 годы и дальше. До 91-го. Вот. А в 91-м стал священником здесь в Рязани. Мне руководил как раз тогда в 91-м году архиепископ Симон Рязанский Касимовский. Вот. У Анатолия Анатольевича там есть... Теография его вместе с архиепископом Симоном Касимовским. Вот. Рязанский Касимовский архиепископ, который меня предполагал в священнике тогда здесь в Рязани. Вот. И первые вот эти годы я служил здесь. 91-й, 92-й годы. Вот. Потом немного в Брянской области послужил. И знаете, действительно Господь так вот неисповедимыми путями нас так сводит вновь. Вот. И благодарю Бога за это. Вот. И Александр Мения, работая, сильно помогли мне. Его проповеди, беседы в жизни моей христианской, в судьбе моей очень сильно помогли. И первое, что помогли, в чем? Помогли освободиться от каких-то таких, знаете ли, сектантских таких мышлений. От образа мышления сектантского такого. Образ мышления сектантский это когда человек только свое мнение считает правильным, абсолютным, когда только свою церковь, допустим, да, свое собрание считает вот именно таким как бы истинным, а все остальное неистинным, ложным и прочее. Вот. Ну, этим сектантством, в принципе, мы все перебаливаем. Все христиане неизбежны, конечно. Вот. Просто кто-то в легкой форме этим перебаливает и все как бы. А кто-то хронически уже заболевает этим всем. А кого вот эта болезнь вообще убивает? Знаете ли, опасная болезнь. Опасный недуг. Вот. А помогает в этом в освобождении нам Божье Слово, которое говорит нам, что и познайте истину, там Евангелие Атеана 8.32, и познайте истину, да, и истина сделает вас свободными. То есть, через познание истины приходит божеская истина, настоящая свобода. Вот. И я скажу, что это архиважно вообще. Любой человек, он действительно нуждается в свободе. В свободе от всякого рода заблуждений, там, и традиционализма, может, там, религиозного, там, и прочее. Национального, там, других всяких предубеждений. Вот. И истина Божьего Слова нас освобождает. И вот, наверное, книги Хараса Александра, его статьи, в чем они помогли мне, как раз именно вот разобраться в этом вопросе. Что есть главное вообще для меня в жизни, а что есть второстепенное. Вот, что есть основное, как бы, да, а что есть уже второстепенное, третьестепенное. И вот я привожу пример, очень люблю, это, кстати, это тезис, он и один из девизов нашей Церкви, кстати, тоже. Блаженного Августина, слова еще пятого столетия Отца Церкви, который говорил, в главном у нас должно быть у христиан единство, в главном единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. В главном единство, а кто у нас главный? Сам Господь Иисус Христос. Что у нас главное? Божье слово, святое. То есть это самые важные вещи. Там второстепенные, третьестепенные вещи какие-то, четверостепенные вещи. Это тоже наши традиции, наши понимания, некоторые наши обряды, наша догматика, наша культура какая-то христианская сложившаяся. Вот это все второстепенное, третьестепенное. Ну, проще говоря, там неважно, как мы там, сколько пальцев складываем, когда мы крестимся, допустим, там, тремя, двумя или как-то еще. На самом-то деле, или как мы там на колени становимся, или просто руки поднимаем к небу, как мы молимся, какими словами, вот какие обряды мы совершаем, там, зажигаем кодилы или вообще не используем такие элементы ветхозаветного служения уже в это время, новозаветное. Вот, как бы, это уже вещи там второстепенные, третьестепенные. А самые основные, это они, вот, как бы, они и есть истина. И вот эта истина нас освобождает. И сам Иисус, и Его Слово Божественное. Вот. И вот, братья и сестры, сегодня я хочу кое-что прочесть тоже из Александра Мения. Я думаю, что трансляции еще продолжу, вот эти вот Александровские, потому что хочу еще прочесть позже. Даже, думаю, так вот, ночью там даже хотел включение пару еще. Это для тех, кто сейчас на Ютубе. Вот. Там у меня есть тоже друзья, такие полуношники, включаются, там уже включаются, уже смотрю, тоже, да. Вот. И также семинария, тоже анонс такой даю сразу же, что в феврале месяце семинарские занятия эти я планирую проводить у нас, в нашей Киевской архиепископии, и буду делать их, даст Бог, технически, если получится все, то вот так вот тоже, значит, в онлайн, в прямом эфире, чтобы, потому что не все далеко, недалеко не все, даже и наши священнослужители смогут приехать вот на эти занятия. Действительно, уже вопросов много, и тем более не только у православных христиан, вообще у христиан разная конфессия, динаминация. Ну и я думаю, что не только для верующих, но и для неверующих это будет тоже важно услышать, как бы и увидеть через Божье Слово и свою жизнь, и жизнь современного общества, вообще всю историю, как бы, церкви, историю человечества через Слово Божье. Вот, и интересно, был такой Марк Захаров, Марк Макаров, извиняюсь, значит, журналист, он интервью по радио велась программа, и Александр Минь был, это был последний год как раз, 90-й год уже, вот, и Александр Минь отвечал на вопросы, вот, был в студии там, и вот сценография была сделана, вот, Марк Макаров спрашивает, отец Александр, вопрос, на который я иногда сам отвечаю, хочу от имени радиослушателей задать вам, нужно ли быть христианином, а если нужно, то зачем? И вот, это последний год, получается, еще Советского Союза, но уже все разваливалось, в принципе, уже люди понимали, что, да, большинство людей как-то так или иначе догадывалось хотя бы, что эта система скоро рухнется, потому что нельзя было дальше так существовать без Бога, и люди приучали к тому, что Бога нет вообще, искусственно, вот так вот выращивали, как бы, так называемый советский народ выращивали, то есть народ атеист, у нас вот вчера на служении, допустим, да, Анатолий Анатольевич тоже вспоминал, допустим, школу советскую, когда, вроде бы, качественное образование, с одной стороны, да, парадокс, да, ну, как бы, многое хорошего, но в то же самое время самое основное было обкрадано, вырвано, знаете ли, это, как, допустим, взять моральный кодекс, допустим, то же самое, значит, там, христианский, да, вот, и строители коммунизма моральный кодекс, и вот, если основное вырвать в Бога самого, то все, оно лишается смысла всего, абсолютно тогда получается. И вот в то время, вот, среди советских людей, ну, тогда уже, тогда было популярно слово такое совок, ну, имелось бы советский человек, как бы, ну, уже в таком пренебрежительном отношении говорилось уже, потому что это имелось в виду человека ограниченных познаний, совершенно узкого такого, как бы, такого понимания какого-то ограниченного, ну, и сами люди это понимали, потому что большинство населения у нас не было никогда за границей, и очень имели мало общений с кем-то еще, и имели очень смутное представление вообще о том, что какая жизнь вообще на планете. Вот, и вот, но в то время народ уже, ну, большая часть все-таки стала все активнее и активнее интересоваться, вот, как раз вопросами веры, религии, фрам захаживать все чаще стали. Я просто, ну, застал это лично просто на глазах у меня. Вот, допустим, в 87-88 годы, да, значит, там, праздники какие-то, Пасха, там, какие-то еще там большие праздники, я читал на клиросе, пел, читал на клиросе, хором руководил церковным, значит, и в Орловской этой епархии. Мне нравилось очень мое служение, я как раз тогда это училище закончил, Орловское художественное, вот, и, в общем-то, для меня как и художника, и чтеца, это все было очень памятно, потому что люди в храм поначалу, вот, 87-88 годы, значит, очень редко захаживали посторонние, ну, как бы были уже более-менее так свои какие-то, ну, бабушки постоянные какие-то, а вот так, чтобы молодежи фактически-то и не было, ну, не считая Пасху, может, на Пасху, да, ну, и они все пьяные, приходили в основном там помечать, посвистеть на крестный ход, как бы, и потом их уже и нету, а на самой службе уже никого и нет, фактически, вот, ну, свои стоят, вот, а уже 89-й год, 90-й год, вот это, да, как бы, понарастающий, на праздники больше народу, воскресные дни там больше народу стало, вообще, я удивился, но самый, для меня, вот, стресс был такой, вообще, здесь в Рязани, в 91-м году, вот, последние месяцы Союза Советского, казалось бы, но уже все развалилось, все уже шаталось уже во всю, и, знаете, вот, обычное воскресенье, не праздничное никакое, вообще, просто обычное воскресенье, народу полно в храме, как раньше на Пасху так было, вообще, ну, не то, что не потолкнуться, но потолкаться можно, но, как бы, было очень, очень все вплотную все, я вообще, настолько был в недоумении просто, и не только я, наверное, но и другие там священники, наверное, тоже были в недоумении, потому что, ну, это было чудно для нас, вот, и народу много, крестил много, много крестилось людей, и даже взрослых людей крестилось, ну, и детей приносили, конечно, всякого возраста, и взрослых крестил тоже, вот, допустим, когда моя требная неделя была, вот здесь вот, в Борисоглебском соборе, в Рязани, вот, служил я тогда, значит, и, знаете, в конце недели отчеты подбивал ее, и так вот, примерно получалось, каждый день я крестил 150 человек, примерно получалось, больше, иногда, иногда меньше, но так в конце недели подбивали мы, вот, у меня получалось примерно 150 человек, примерно столько же крестили мои друзья, вот, коллеги мои, священники, вот, нас в соборе было тогда, ну, то трое, то четверо, там, по-разному, ну, минимум трое нас было священников, и, представьте, значит, крестилка работала без передыхов, утром, в обед, там, вечером, все время кто-то был, там, все время группами небольшими приходили, крестились, вот, насчет, это, представьте, тысячи людей тогда, вот, ну, на всю Рязань, правда, мало было храмов, только вот Борисоглебский собор, да вот, крестительская церковь, в принципе, как бы, а все остальные сейчас храмы действуют, сейчас-то раньше они не были действуют, они были закрыты тогда, еще. Это потом уже, когда Союз развалился, стали эти храмы передавать, прям, так вот, массово так вот передавать стали и в области, и в самой Рязани. Но, знаете, вот, к сожалению, вот, крестить крестили мы народ тогда, значит, но не просветили, вот, словом Божьим не просвещали, и фактически большинство людей, если взрослых крестилось тогда, то вот по такому, знаете, вот, как бы, позыву какому-то к Богу, но не осознанной веры, не сознательной веры, а такой, как бы, первобытной веры, что ли, вот такой вот интуитивно, что ли, шли к Богу. Вот, и так мое служение дальше продолжалось до 96-го года, но помогли мне, как раз, опять-таки говорю, работой Александра Меня, осознать, в чем я не прав, почему не прав, но толчком к реформации моей были проповеди Эрла Штегина. Есть такая книга, значит, трех, ну, как трехтомных, там, трилогия, трилогия, значит, Людмила Плетт, первая книга называется «Время начаться с Дома Божьего», потом вторая книга «Глаз, выпивающий в пустыне», нет, нет, «Время начаться с Дома Божьего», а, «Пробуждение», значит, «С меня», потом, значит, «Глаз, выпивающий в пустыне», нет, это третья, а «Время начаться с Дома Божьего», вторая, вот, я сейчас, я все путаю их, да, вторая, и вот с этой книги вот у меня началось такое, ну, просто последнее уже было, просто последнее, Толчок такой последний. Назад к Господу, назад к Библии, назад к основанию моей веры. И вот благодарю Бога, что помогли мне некоторые эти вот беседы Мения. И вот одна из них, она вот была распечатана тогда, и у нас была в храме, вот это собственно. Ее назвали «Быть христианином», вот эту беседу. И вот Мень здесь отвечает, он говорит тогда так, говорю, тут есть пожалуй один единственный ответ, он заключается в следующем. Человек всегда стремится к Богу, это он выделил. Нормальное состояние человека в той или иной степени быть связанным с высшим, с идеалом. Даже когда этот идеал в сознании человека искажен, обеднен, даже когда он превращен вообще во что-то светское. И все-таки эпоха там сталинизма, маоцидуизма и прочих измов показала, что человек, у которого отнят Бог насильно, все равно стремится к псевдо-богу. То есть, ну, уже своему там вымыслу какому-то, да. Он заменяет истинную веру идолопоклонством. И все равно инстинкт стремления к Богу сохраняется. Но совсем иначе выглядит дело, когда мы ставим вопрос, а почему же христианство? Вот, священные книги, он дальше говорит, священные книги, в каждой религии есть священные книги, там, значит, там вот перечисляет. Искусство, он дальше пишет, что у нас есть, у нас сейчас часто восхищаются древнерусским искусством, да, я сам очень его люблю, и оно для меня неотделимо от всей духовной культуры. Но, говоря объективно, если смотреть на непристрастно, то я со своей стороны, а я со своей стороны, то искусство древней Греции с ее религией, искусство индийской духовности, все пагоды, все храмы, и дальше там. Вот, значит, он говорит, что не менее, как бы, да, прекрасно, интересно, да. Потом пишет, ну, говорит, отвечает, нравственность, да, конечно, и я буду рад, и я рад, что сегодня в нашем обществе признают высокие нравственные ценности христианства. Ну, как раз вот это время было, когда уже там тысячелетие крещения Руси отметили, так, как бездна, при Горбачеве, там, в 88-м год, и как раз вот об этом стали по телевизору говорить, там, это как раз, об этом было сказано, это хорошо. Вот, ну, дальше он говорит, но было бы ложью и пропагандой утверждать, что за пределами христианства не существует нравственных ценностей. Это говорится либо в полуполемике, либо от невежества. Вот, и дальше, опять-таки, о нравственных тоже странах, вообще, как таковой религии. Вот, так вот, мне кажется, он говорит, ничто не доказывает абсолютность христианства, кроме одного, кроме Иисуса Христа. И вот дальше он о нем, как раз, об Иисусе, ибо каждый из учителей, там написано, он говорит, создавших мировые религии, я уверен, говорит нам истину, ну, по-своему, как бы, да. И давайте прислушаемся к ним, там, вот он дальше цитирует, там, из Будды, потом греческих философов, там, значит, Магомеда, там, и вот, и дальше говорит, то есть, то, чему учили учителя различные, в них есть фрагменты истины этой, а вся истина об Иисусе. Вот дальше он говорит, и вот среди них единственный, который говорит от своего лица, как от лица Бога, а я говорю вам, или по-яма, я и Отец одно. Никто из великих учителей мировых, мировых религиозной мысли никогда ничего подобного не говорил. Таким образом, единственный случай в истории, когда Бог открывает себя через конкретного человека в некой абсолютной полноте. Это тот случай, который мы имеем в Евангелии. Иисус, проповедующий вораль, это исторический миф, заодно это не могли бы его распять. Вот, и дальше, как раз, об Иисусе, как о Мессии. И он говорит здесь тоже, что всякая религия, это есть путь к Богу, догадка о Боге, приближение человека к Богу. Это вектор, устремленный снизу вверх. А явление Христа, это ответ, это вектор, идущий с неба к нам. С одной стороны, вот так, а, христианство потому уникально, что уникален Христос. Не буду там утомлять вас дальше, там большое чтение, но вообще очень интересные ответы, знаете, вот они, чем помогали людям разным очень, и мне помогали тоже. Что делить самое главное, самое основное, вот в христианстве это Христос, сам Христос. Вот, все остальное уже вторично, и вообще даже не уникально, по сути, в христианстве. Вот, а уникален сам Иисус Христос. Вот, его личность, он сам. И он сказал, во все дни с нами. И вот в 96-м году, когда я вышел уже из традиционной церкви православной, я тоже как бы так немного сомневался, поначалу, даже много, точнее, сомневался, а нужно ли вообще, что я самый умный, что ли вообще, в конце концов, значит, оно как бы, оно мне надо вот так вот, вот, знаете, тоже. Но, я пришел, разговаривал там, то с Павлом Менем, там, беседовал как-то на эту тему, братом Александровым, Александры. Вот, он, значит, там беседовал с, тогда с Борисом, кстати, Александровым тоже общался. С Георгием Чистяковым, покойным уже священником, уже московским, тоже на эту тему общался. А с Глебом Якуниным, тоже уже покойным. Ушли уже вечность, уже братья, знаете, вот. И, вот, а с Глебом я разговаривал, он меня Александра хорошо знал при жизни, как бы и соратником был его, значит, и другом. И, вот, он прямо мне сказал, что если бы отец Александр дожил бы до, вот, немного же оставалось до падения Союза, об этом уже, в принципе, все разговоры шли уже. И он там, вот, мы общались, когда он на кухне, на эту тему, он говорит, что вот-вот, уже скоро развалится система. И тогда, говорит, надо идти на стадионы, надо идти, просто проповедовать, не просто где-то там даже, а вот просто на улице, просто на стадионах, чтобы это все охвачено было Евангелием. Он этим бредил просто, вот, ожидал этого всего. Вот, кстати, он, все-таки мечта его частично исполнилась, слушайте. В 90-м году, в том самом, в 90-м году, значит, Союзу Баптистов Горбачев дал такой широкий жест, вот, провести пасхальное служение, если, есть, кстати, в интернете записи, значит, на Пасху 90-го года, наберите там Пасха 90-го года, спорткомплекс Олимпийский, по-моему, да, в Москве этот, Олимпийский. И там записи, как раз, этого пасхального служения. Вот, тогда, значит, Союз отреагировал очень хорошо, адекватно, вот, и братья подготовились, значит, много очень было, ну, весь, весь стадион был полный, неусловно, полный народу. Приехали отовсюду вообще, и на автобусах, и на машинах, и поездами съезжались верующие, вообще, масса верующих приехала. Хорошо все, значит, провели, значит, но они ж, там был Союз, один был Союз такой в него, там не бахтисты, 50-ники входили тогда. Вот, и они предложили православным тоже принять участие, вот, как бы, чтобы, вот, на Олимпийском, как бы, спорткомплексе показать, как бы, вот, что мы одно, что, ну, вера-то, она одна. Да, ой, и, к сожалению, тогдашний патриарх отреагировал неадекватно, вообще неадекватно, вот, значит, и не по-людски даже, знаете, вот, просто полностью проигнорировал, вот, и все, кто были возле него тогда, епископы, никто из них даже формального, там, ответа не дал, просто проигнорировали вообще, не по-людски все это, конечно, и даже не по-христиански, тем более, вот, и священники тоже, ну, а раз епископы молчат, то есть священники, даже там сторонники были, конечно же, вот, такого проведения, такого мероприятия, но все замолчали, испугались, вот, вот, и только один Александр Минь решился, вот, хотя за это его там просто замучили вообще, там его, там, и в ККБ, значит, допрашивали, значит, что если угрожали ему напрямую, что если на Пасху, ну, он придет, то до следующего уже не доживет уже, вот так вот, прям конкретно, прям, мультиматум он таким, вот, конечно, ему было чем рисковать, не только своей жизнью, своей семьей, и человек женатый, и, понимаете, вот, конечно, надо полагать, что он очень так, тоже сомневался, но, слава Богу, он решился, он приехал, был на этом спорткомплексе, сказал слово, поприветствовал народ, и это послужило мощнейшим толчком, конечно, но, на самом деле, на следующей Пасхе он не дожил, его убили уже, в сентябре уже убили его, да, и, конечно, но не только в этом дело, исполнилась его мечта, частично хотя бы, исполнилась его мечта, что он проповедовал на стадионе, на самом деле, а он говорил, как раз, и с Глебом, и с другими братьями, с Георгием, что, значит, что, вот, придет время, и, вот, надо выходить, будет, прям, так вот, народ, и проповедовать, и, знаете, хотя он не дожил до этого момента, но уже 91-92 год начались массовые евангелизации на стадионах и на Олимпийском, в том же самом спорткомплексе, и не только там пасхальные служения, а вообще, не только для верующих, как бы, а для неверующих служения стали проводиться, вот именно, как вот Мене и мечтал, как бы, чтобы, вот, там, тысячи-тысячи людей могли так разово услышать слово Божье, и по телевидению там транслировали все, вот, тогда еще не было интернета, конечно, вот, если бы Мене даже наше принесло, о, ребята, все, взорвем YouTube, да, вот, значит, ну, сегодня, на самом деле, сегодня вообще, мы живем в такую эпоху, когда, ну, Божье слово не читает, не слушает, разве что ленивый вообще, пожалуйста, сейчас слушай, не хочу, читай, не хочу, на любом языке мира вошел там, даже если у тебя нет Библии с собой там, вошел в интернет, раз, читай, на своем наличии, сотни языков, переводы разные, вот, не можешь читать, пожалуйста, слушай, не хочешь такой огласовки, инсценировочно, слушай, как бы, как хочешь, только слушай, вообще, вникай, вот, мы живем в такое время, когда, вот, это библейские пророчества точно исполняются, вот, вчера там, после собрания там, уже выходили из дома молитвенного, там, тоже один из братьев там подошел, вот, все-таки это, наверное, в последних времен, как бы, свидетельство, что вот слово Божье-то по всему миру распространено, как никогда раньше, да, я сто процентов уверен, это, говорю, хороший знак, и Бог дал интернет человеческому роду, ну, конечно, глупому, глупому все не на пользу, как бы, а умному все на пользу, все на добро, знаете ли, вот, значит, и верующим людям, призванным по его изволению, все ко благу, в честь, следи Христу, и оборачивается все ко благу, вот, и сегодня Слово Божье проповедуется, как никогда раньше, это исполнение пророчеств Христа, который говорил, что проповедны будут все Евангелия Царства, всем народам, по свидетельству им, когда придет конец, вот, но не конец, опять-таки, как неверующие люди, порой там, о, конец, о, конец, это, значит, конец в фене для комедии, все, конец всего, а для нас это конец, это новое начало, вообще-то, новая земля, новая небеса, новая жизнь, вот, все только начинается, вот, так что, вот так, и Александровские чтения тоже, мы, так получилось, общей церковной не провели, вот, в январе, но, в сентябре, даст Бог, проведем в сентябре месяце, вот, а уже, ну, попозже, там, в двадцатом году, уже проведем, уже, как бы, в полном объеме, там, конференцию, собор, такой, наш собор, посвященный, как раз, вот, памяти Александра имени, вот, и другого Александра еще, у нас, там, 9 сентября обозначено два имени, два Александра, значит, один Александр Мень, это, вот, ныне вспоминаемый, а второй Александр Боярский, вот, это дедушка нашего, это, артиста Михаила Боярского, его дедушка, да, значит, и, если Александр Мень, это обновление с реформатора уже, вот, конца двадцатого века, то Александр Боярский, это начало двадцатого века, вот, и, тоже, кстати, мученик, тоже, да, его жизнь оборвалась, вот, в сентябре тридцать седьмого года, вот, по одной из версий, как раз, НКВД, вот, именно, как раз, вот, 9 сентября тридцать седьмого года в подвале тюрьмы его расстреляли по указке Сталина, без всякого суда и следствия, вот, и семье сообщили, что, якобы, его без права переписок выставили куда-то, а после смерти Сталина уже пришло извещение, что никуда его не высылали, абсолютно, все эти годы семья его ждала, но, оказывается, его тогда же в тридцать седьмом расстреляли, вот, а чем известен он не только как мученик, Александр Боярский, а он как реформатор, именно, в Колпино, в Петрограде, обознавлял вот это движение, такое реформаторское, евангельское, такое православное движение, еще перед революцией, потом, в момент революции, ну, сто лет назад, одним словом, вот, и там Ижорский завод знаменитый, вот, как раз и на Ижоре, в Колпино, тогда это было за городом, вот, сейчас это уже часть Петербурга, вот, вошел в Колпино, вошло, значит, город сам, вошел в Петербург, да, у нас трансляция, поэтому, проходи, проходи, не стесняйся, вот, вот так вот, вот, и о памяти этих двух Александров, значит, тоже проведем там, чтение, служение уже в сентябре месяце, хорошо, друзья, вот, благоставляю всех вас, благоставляю всех, кто сейчас в сети, да, кто до конца трансляцию, да, значит, дошел до конца трансляции, вот, и со своей стороны, конечно, вот, да, сегодня, вот, кто подошел, сейчас, да, или кто подключился, потому что там еще много люди подключаются, значит, что сегодняшний вечер, он, значит, вот, я посвятил памяти отца Александра Веня, сегодня, вот, его день рождения, да, он родился 22 января 1935 года, вот, и родился в московской еврейской семье, такой, которая своих корней еврейских старалась не терять, но, с другой стороны, была пропитана христианством, именно, вот, христианством, Евангелием и православием, и, вот, значит, и то, что он стал священником православным, то, что, вот, это было его решение, сознательное, осознанное решение, и я Богу благодарен за то, что, вот, человек пошел этим путем, вот, в то время, хотя, понимать или ближе, было тоже непросто, вот, оставить карьеру, все, что по-человечески он мог бы достичь, тогда, значит, научную карьеру, все это оставить и идти такой стезей, в то время неблагодарной совершенно стезей, это сейчас мы уже знаем его, что, вот, стал он потом известнейшим таким, выдающимся, вот, священнослужителем, а тогда, как бы, понимать или никто ж не знал, как дальше судьба повернется его, все, вот, но, слава Богу. Да, и, вот, рекомендую тоже, как, и для тех, кто подключился, и тех, кто здесь присутствует вживую, вот, значит, рекомендую, кто не читал, я думаю, многие не читали еще, почитайте его книгу, называется «Сын человеческий». Ну, скажу, может, там будет для кого-то мало нового, с одной стороны, но, с другой стороны, она чем уникальна, что, ну, о Христе, о Евангелии вообще, о Христе попытка, такая очередная попытка, вот, которая уже часто была в истории, пересказа обычно простым языком, вот, просто рассказ о Христе, просто рассказ, действительно, об уникальности Иисуса, его личности, его служения, его победы, его смерти, воскресения, о его учениях немного, о истории, вот, что тогда и себе Израиль представлял, почему вот он стал Иисус исполнением этих пророчеств древних, вот, и как это все мы сегодня, ну, уже понимаем, ну, задним умом уже будем так, потому что уже все пройдено, как бы, но сегодня еще виднее все это для нас, потому что Иисус действительно исполнение всех пророчеств. Вот, осталось неисполненным совсем немногое, вот, но самое фантастическое, и о его втором пришествии, как уже царя царей, судьи, и я убежден, что раз исполнили все те пророчества, то уже у нас нет основания не доверять, что исполнится и вот эти все оставшиеся пророчества, но у меня тоже об этом тоже говорится как раз. Вот, и тем более, что его другие книги, многие написаны порой языком таким, но непростым, а «Сын человеческий» как раз все-таки попроще написано и доступней, понятней, он старался в этой книге быть понятным, старался в этой книге быть доступным, потому что понимал, что пишут для человека, для людей светских, как бы, чаще всего, но не религиозных, и тем более большинство у нас людей вообще в Союзе тогда о Христе вообще не слышало ничего, знаете, поэтому часто уже, конечно, да, сейчас уже и фильмы показывают, значит, и все проповедь звучит, значит, и люди как-то уже информационно более-менее так знают, вот, а в то время вообще, ну, тундра, как мы говорили, вот, но слава богу, что в этой тьме засиял этот свет, вот, и от самого Александра меня, я, конечно, вспоминаю добрым словом, конечно, я не всегда добрым словом бывает, я его вспоминаю в семинарах своих, в лекциях, потому что я как реформатор, допустим, вот, как православный, вот, я со многими вещами, которые вот в его служении были, я не соглашаюсь, я это и не скрываю, я говорю об этом, потому что, знаете ли, ну, в общем-то, Господь-то и не создал нас одинаковыми во всем, знаете ли, у всех какой-то свой путь к Богу, и у всех есть свои переживания, и, наверное, уникальность наша в том человеческом, что Бог нам дал уникальную возможность быть теми людьми, какими нас Бог создал, запланировал вообще. Это, знаете, вот, как вот отпечатки пальцев у нас, да, значит, у всех уникальные. Вот, миллиарды людей, да, представьте, значит, ну, у всех есть больше или меньше совпадений, там, значит, но, когда еще более пристально изучают, то все-таки действительно, значит, уникальность, которая, ну, удивительна. А снежинки взять, допустим, да, представьте, огромное количество снега выпадает на планете, да, снежинки, они все вот, их изучали под микроскопами, не нашли там по рисункам, там, в базе данных, там, вносили чуть не миллионы этих снежинок разных, не нашли даже двух одинаковых. То есть, представьте, уникальность, Бог создает, он мог бы создать одинаково все, допустим, да, запросто. Вот, и люди были бы, как вот, там, в фильме «Я робот», да, там, все были бы такие, одного стандарта, раз, чуть-чуть, вот. А, допустим, те отпали, раз, их всех на помойку, ну, новые создать, тип, да, да, уже там, уже, все уже, человек наш, новые эры уже, допустим. Нет, ну, Бог создал всех нас разуми, вот, и, конечно, да, имеющих, мы теперь, как бы, имеем еще и вот то старое, но Бог нам дает новое, новое рождение, новую сущность, новую природу, вот это самое ценное уже. Вот, ну, в целом, так вот, конечно, вот, говорил я тоже и в семинарах своих тоже, там, не согласен их некоторых, я считаю, что все-таки есть вещи, конечно, эволюционной реформации, постепенной такой, постепенной, но есть вещи, которые нужно решать революционно, а не просто эволюционно. Вот, допустим, то же самое многобожие, допустим, там, когда, вот, вера в разных посредников к Богу, там, как бы, ходатай, кто, значит, там, прочее, но в Писании однозначно утверждается, что один у нас ходатай, посредник, первосвященник к Богу, это человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, вот, поэтому здесь вот либеральный, значит, тоже смысла не вижу, наоборот, уже не подсказывать, что вот есть выход, это сам Иисус Христос, и никто не поможет. Никакой святой, никакие святые, множество святых, там, молитвами, там, они не вымолят. Есть лишь кровь Иисуса Христа, которая омывает нас от всякого греха, есть действительно только лишь одна жертва, и сам Христос сказал, что я есть путь, истина и жизнь, и он подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. Он не сказал там, что, ну, так же через мою маму, допустим, через, там, так же, апостолов, там, друзей моих, там, преподобных каких-то, там, мучеников, не, нет. Нет, он очень четко, что он один, он уникален, вот, такого нет второго вообще во Вселенной, потому что он Сын Божий, и он же Сын Человеческий. Его кровь, божественная кровь, и действительно, он однажды и навсегда приобрел нам, всему человечеству, всему роду нашему человечеству, приобрел искупление вечное, и со своей кровью вошел в небесное, святое святых, прямо на небеса, чтобы за нас ходатайствовать, непрестанно ходатайствовать за нас день и ночь, 24 часа в сутки, как говорится, 7 дней в неделю. И, слава Богу, поэтому сегодня, даже если вот сегодняшний вот, ну, для нас, допустим, вот, час, ночь, да, значит, наступает, вот, а где-то, наоборот, такое утро еще наступает, вот, из тех, кто подключается, там, некоторые, там, Пауль Барко, допустим, там, другие братья, у них только еще утро, допустим, у них только день начинается, у нас уже он заканчивается, вот, значит, и в другом полушарии, блин, да, значит, и, ну, опять-таки, если все сегодня, вот в этом мгновении, допустим, сейчас, да, встанут на колени, допустим, обратятся к Богу с покаянием, там, призовут имя Иисуса Христа, то на все миллиарды людей, на живущих на планете Бога хватит и еще останется, как будто бы его и никуда его не растаскивали, он вездесущий, вездесущий, все знающий, всемогущий, и поэтому его милосердию можешь смело доверять, один из проповедников покаяния, в древности еще глубокой, Ефрем Сидин, он проповедовал, так, представь, говорит, друг, у тебя, говорит, на ладони, говорит, горсть песка, а ты стоишь на берегу моря, и вот ты бросаешь эту горсть песка в это море, ну, и что для этого моря горсть песка? Ничто. Вот так же, говорит, для милосердия Бога, говорит, все твои грехи, вот, значит, ну, вот, все твои грехи, которые ты мог сотворить прежде, сейчас или дальше, в будущем, это меньше, чем, говорит, горсть песка этого, а милосердие Бога больше, чем это море, говорит, вот, и вот это очень красивое сравнение такое, и много других еще слов скажу, но у разных проповедников есть, но смысл к одному сводится, что человек и Бог и похожи, и не похожи. И Он создал нас по образу подобию своему, с одной стороны, да, и у нас есть вселенская какая-то, тоже внутри, знаете ли, это бездна какая-то определенная, но вот эту бездну можно только лишь бездна Божья удовлетворить. То есть это бездна бездну призывает, да, подобное, лишь подобное призывает, значит, и быть удовлетворенным может быть только лишь подобным, а человек по образу подобия создан Божьему, только лишь Богом может быть заполнен, вот именно счастлив абсолютно, только лишь именно жизни с Богом. Вот, и умения, кстати, об этом очень хорошие слова есть тоже, вот, но хочу подчеркнуть, что вот для нас, христиан, независимо от того, какой мы там конфессии, динаминации, да, мы должны иметь веру библейскую, веру Божью, веру евангельскую, чтобы мы рассуждали библейские, евангельские, чтобы не просто верили так, как вот, значит, нам кажется, да, или как нам просто передали, допустим, от отцов наших, вот. А так как именно Господь и говорил и говорит, потому что это величайшее откровение Бога для человека. И вот, наверное, тоже у Александра меня как раз вот в этом, как раз и слава Богу, заслуга, что он вниманию большинства православных, тогдашних, вот, христиан обращал именно к Богу. Да, приветствую тоже Константин, слава Богу, и вам, мир Божий, и всем братьям, сестрам, кто подключился сейчас, благоставение Господне всех вам, вот, благоставляю всех вас во имя Господне. Кстати, еще по скриптам тоже, значит, как бы, хочу издать сборник статей, переиздать сборник статей, кто из вас читал, не читал, значит, там можно скачивать в PDF, есть сборник статей, значит, который выходил еще 2003-2004 годы, вот так вот на рубеже, значит, и он вышел небольшим тиражиком и быстро разошелся тогда, вот, у меня вот снова не осталось три сентябряра последнего, там, был, сохранял, сохранял, потом кому-то подарил, значит, и вот сейчас хочу издавать этот сборник статей, где будут также статьи и о реформаторах, новые статьи, которых не было в первом том сборнике, в том числе и об Александре Мене, и также о других некоторых реформаторах. Вот, кстати, вот этот год, 18-й и следующий, 19-й годы, да, у нас в церкви вспоминаются, ну, как, есть посвящение определенное, что ли, годов некоторых, да, или одного года какого-то, или нескольких лет. Вот, значит, прошлый год, допустим, в календаре нашей церкви, 17-й, 2017-й, был обозначен, как и у многих тоже церквей разных, год, 500-летие Великой Реформации, вот, 2017-й год, и там даже было обозначено 1517-й, 2017-й годы, вот, как раз, вот, 500-летие Реформации Великой. И вот на протяжении, вот, того года, прошлого, я семинары проводил, послужения различные, и все превращивал, как раз, именно, вот, к этому юбилею. А вот 18-й и, вот, там, 19-й годы, вот, как раз, вот эти вот годы, они посвящены у нас теме 1300-летия, со дня начала Реформации в Православной Церкви, на Востоке, именно. Вот, вот, очень важная дата такая, 700, в 717-м классе пришел Лев и Савр, император, а 718-е, 719-е годы, как раз, значит, Константин Накалийский, Фомак Лавдиапольский, вот эти епископы, это тогдашние, тех веков, 8-го века, лютеры и кармины, будем договорить, вот, они подняли знамя Реформации тогда на Востоке, и, слава Богу, что, знаете ли, Реформация от пробуждения немного отличается чуть, и Реформация это не только духовное пробуждение, но еще и такое изменение, очень серьезное изменение, вот, и когда Реформация, то для успешной Реформации нужны некоторые, там, политические, религиозные условия, экономические, вот, все они были, вот, в 17-м, в 16-м веке при лютере, кальвине, вот, и они были, вот, похожие условия, примерные, похожие условия были, вот, в начале 8-го в столетии, вот, на Востоке, по крайней мере, вот, и тогда, вот, эта Реформация начиналась, вот, она продолжилась примерно полтора столетия, вот, ну, а затем была, к сожалению, потоплена в крови, началась контрреформация, очень серьезная такая контрреформация того времени, вот, но прозвучало, опять-таки, вот, вот, вот те же самые, Константин Калийский, Фомак Лавдиопольский, вот, я как раз о них часто вспоминаю тоже уже с начала этого года, вот, о них мало сегодня известно, вот, даже для православных многих, это, как бы, имена малоизвестны, потому что их, эти имена пытались вообще забыть в истории, даже восточного православия, потому что это были Реформаторы, вот, которые Церковь тогда древнюю, но уже во многом зараженную, инфицированную, вот, этими, там, болезнями страшными, там, многобожьими, долопоклонством, оккультизмом всяким религиозным, они попытались ее восстановить, возродить, и идея была очень простая, вернуться к изначальному Божьему проекту Церкви Божьей, отказаться от того же самого иконопочитания, там, почитания Христов, мощей, все мощи Византии на Востоке были, останки святых были приняны христианскому погребанию на кладбищах, отказались от почитания, там, как бы, и массовое было такое движение, пробуждение, которое касалось распространения Слова Божьего, вот, и проповедь Слова, вот, и, знаете, это очень важная эпоха, началась тогда, 1300 лет назад. Ну, ладно, вот, из истории многом можно интересно взять, но самое основное, что даже вот того же самого Александра, мы не вспоминаем, да, вот, каждый раз, я цитирую обычно из посланий к евреям, там написано, помните, в 13-м разделе написано, что «впоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье», и дальше написано «и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их», а дальше говорится «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же», аминь. И вот тот же самый Христос, и сегодня Он с нами, Он сказал «я с вами во все дни, вообще, до скончания века», поэтому можем Ему смело довериться, тот же самый Христос сегодня в нас, и через нас Он свои деяния продолжает, как Он в древности совершал их, и Церковь Иисуса Христа жива, потому что наш Бог жив. Есть такая песня, слышали, может, израильская песня еврейская, в ней мало слов, но много смысла, и там слова есть такие «Од авину хай, од авину хай», слышали? «Од авину, од авину, од авину хай, ам израиль хай», «Од авину хай», «Авину» – это «отец», имеется в виду Бог, да. И там поется, что наш Отец живой, и потому наш народ живой. И наш народ живой лишь потому, что наш Отец живой. То есть взаимосвязь, что мы живы лишь потому, что Бог живой, а поэтому и мы живы. Вот, вот, очень хорошая песня такая, поучительная очень такая. Вот, и, ой, и еще там тоже древняя эта песня, тоже еврейская, на русском есть такой перевод. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, мой Бог грядет, мой возлюбленный идет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный идет. Вот, по песне песней, есть несколько таких песен, тоже, и мы в церкви поем некоторые эти песни, вот, мне очень нравятся они. И в последние времена, как написано в Откровении, чем заканчивается наша Библия вообще христианская, что и Дух, и Невеста будут говорить одно и то же. Вот, не так, как раньше было. И, к сожалению, порой и сейчас это отголоски этого безобразия видны, что, как говорится, лебедь, рак и щука, знаете ли. Вот, значит, кто про Фому, кто про Ерему, как говорится. Действительно, что, да, здесь, к сожалению, повторное подключение тормозит чуть интернет, но ничего, ладно. Вот, надеюсь, ночью не к ним сидит в интернете. А что? Бываю. Да, бываете, да? Ну, как раз. Вот, потому что хочу тоже ночью провести там пару таких подключений. Волосок, да. Вот. Хорошо, друзья, благоставляю вас, возлюбленные. Вот, так получается, что рано, ранехонько завтра уеду уже. Вот, так планировал попросить, но пораньше я не буду ехать. Вот, не скучайте. Вот, и любите Господа, друг друга, и будьте с миром Божьим, сердце всегда. Вот, в жизни много чего происходит, много где мы, жизнь порой забрасывает нас. Знаете ли, будут разные встречи, разные, много всего, да, испытаний, всякие прочее. Но, главное, будьте с Господом, и все, пройдете тогда. Все мы пройдем тогда. Вот. Тоже там есть слова. О, кстати, еще одна песня вспомнил. Тоже Мартин Лютер Кинг. Я вчера его вспоминал на собрании, не в утреннем собрании, а после обеда. Вот, когда у чернохожих братьев, значит, был, да, значит, у афророссианцев наших, афро-россиан. Вот, интересно там, значит, и вспоминал я этого Мартина Лютер Кинга, добрым словом. Вот, значит, а вот он же был бактийским пастором. Слышали об этом, да? Да, в фильме смотрели здесь. Нет, вы не смотрели Мартина Лютера. А, Мартин Лютер Кинг. Вы говорите про тапку и фрускуарную. Да, Мартин Лютер Кинг, это чернокожий, черный, баптийский пастор. Ну, это оскорбительно считается, а так вот, в общем-то, черный, проще. Афраник. Black man, да, значит. Значит, и он был пастором баптийской церкви в Джорджии, в Атланте. Вот, в наше время, вот. В 40-е годы, 50-е годы, ну, 50-е годы, особенно, вот, 60-е, начало там. Вот, он был реформатором, вот, и Бог давал ему очень хорошие такие вот слова. Он тоже, кстати, как и немецкий Мартин Лютер, немецкий, 16-й век реформатор, он тоже любил много петь и тоже сочинял много песен. Вот, но, может, не так, как вот немецкий реформатор, потому что немец оставил Мартин Лютер вообще много, очень гимнов. Вот, огромное количество. Вот, но, американский Мартин Лютер Кинг, чернокожий пастор, он тоже много что писал. И вот у него есть гимны, которые мы тоже поем в нашей церкви. И там есть один из гимнов, там слова такие. Верою от Бога, верою от Бога, мы преодолеем все. О, в сердце твоем вера сильна, с ним преодолеем все. Иисус Господь наш, иисус Господь наш, иисус Господь наш. Верою от Бога, вера сильна, с ним преодолеем все. О, аминь. Господь, спасибо Тебе за все, за этот добрый вечер, за братьев, сестер, за тех, кто онлайн подключался на протяжении этой программы трансляции. Боже, благослови всех нас во имя Иисуса Христа. Благослови Рязань, землю Рязанскую. Пробуди, Господь, народы Божи, для славы своей. Благослови Россию, благослови Господь, все страны Советского бывшего Союза и всю нашу истрадавшуюся планету, потому что вся тварь стена этой мучается. Потому что действительно, ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, чтобы действительно спасение для всех. Ты пролил свою кровь в Господь Иисус за искупление рода человеческого. Благослови нас, благослови Израиля сегодня, благослови Иерусалим, город свой. И благослови Господь по богатой своей милости, своим шаломом, своим миром. Да благослови тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Вот, и потом это все сохраняется. На, значит, ютубе. И можно будет посмотреть все это. Поделитесь с вашими друзьями. Обязательно не забудьте. Особенно с православными друзьями. Да, найти в сети там архиеписком Сергей Жуалев. Да. И попадаете как раз там на... Аминь.